приветствую друзья, вот закончился еще один длительный отказ от еды, от воды получилось у меня без воды 50 дней и плюс еще 10 дней выхода на воде, вернее на березовом соке по сути два месяца без питания, из которых 50 дней было насухо очень понравилось мне, что началось 20.02.2020 года, такая тоже символическая дата и вышел я 20.04 уже начал питаться смузями, то есть березовый сок стали добавлять уже там всякие ингредиенты питающие тело, предыдущий опыт у меня был 39 дней, там я решил закончить с таким небольшим запасиком, чтобы это было не 40 дней, а 39, чтобы был интерес к дальнейшему, и в этот раз получилось 50 дней, в процессе отказа также периодически делал замеры давления и раз в две недели ездил в Питер делать анализы крови, УЗИ внутренних органов и эхокардиограммы сердца к сожалению, с последними событиями нашего горячо любимого коронавируса не удалось сделать анализы когда я был на березовом соке, поскольку там все было прикрыто, но по сути все равно надо будет как-то выбраться и сделать анализы когда я уже вышел сейчас на питание, еще какое-то время побуду на нем и уже чтобы сравнить анализы на входе и на выходе, но навскидку больших изменений в общем-то нету ни в худшую сторону, ни в лучшую, там есть конечно отклонения, там понятно, которые сопровождают обычно отказа от еды и от воды, белок в моче повышается, еще там всякие отклонения, гомоцициин, кетоновые тела, но это в общем-то даже по предыдущим анализам это является что ли нормой при отказе от еды и к этому относишься спокойно абсолютно давление также было абсолютно в норме в конце, ну скажем, наверное стало понижаться уже довольно-таки не так чтобы значительно, то есть у меня обычно где-то 120 на 70, там результаты были там 103 на 58-57 где-то пульс тоже довольно-таки сильно уменьшился где-то до 40 до 50 ударов, особенно в ночное время, такой очень слабенький был пульсик, но состояние в общем-то было очень неплохое в процессе всего отказа от еды и от воды единственное конечно, ну вот опять же говорю, что при стройке иногда испытывал все-таки некоторые трудности с поднятием тяжести и перемещением каких-то вещей, так конечно все было в общем-то очень неплохо начал я свою практику с очищения организма в предыдущих видео во многих я уже все это рассказывал но поскольку вопросы все равно продолжают сыпаться как входить, как выходить, ну вкратце немножко расскажу как я это делаю опять у вас могут быть какие-то свои нюансы, потому что сейчас уже столько разной всякой информации там кто содой чистится, кто фортрансами, кто еще чем-то, но я любитель такой все-таки классики и для меня самая основная очистка это шанфракшалана, что в общем-то я и сделал перед началом входа то есть пока я не опять выделил себе для вход в очистительный процесс, то есть я сделал две пракшаланы и три клизмочки то есть сделал день пракшалана, день клизм, день пракшалана и в тот день, который заканчивался пракшалан, я еще пил воду и в конце этого дня можно было считать, что начало входа то есть уже с водой история закончилась на какой-то момент сам процесс, как я говорил, проходил в общем-то очень мягко, о чем есть видео, которые выложены, в чем вы можете сами убедиться и тогда уж, поскольку я немножко сказал про вход, так даже немножко и про выход как я обычно выхожу, то есть я беру где-то стаканчик 150-200 грамм, в частности в этот раз березового сока и выпиваю его где-то в течение 10-15 минут, то есть я делаю небольшой глоточек, рассасываю его в ротовой полости он всасывается, впитывается еще до глотка даже, когда делаешь вот такой небольшой делаешь небольшую паузу, смотришь за ощущениями, то есть это не то, что там хлопыстаешь эту воду или грезовый сок, по сути, как ты соединялся с отказом от хиты, так же ты начинаешь соединяться с взаимодействием воды с организмом то есть ты наблюдаешь, что происходит, как ты прямо чувствуешь, как вода начинает всасываться в клеточки, впитываться и вот такой процесс наблюдения, в течение где-то 15 минут выпивалась кружка березового сока и следующая выпивалась соответственно где-то через час, ну буквально через 2-3 кружки я понимал уже, что даже мне особо больше как-то уже и не лезло, но тем не менее, следуя своими традициями, я все-таки продолжал насыщаться, потому что ну понимал, что надо организм немножко запускать и в течение первого дня, то есть где-то через час я пил по стаканчику березового сока, ну стакан у меня там даже не 200 грамм, там наверное 170 он может быть был второй день когда я уже не по времени не регламентированно выходил, по-моему мне даже показалось что пил я намного меньше, поскольку то что я говорил не особо в общем-то пить и хотелось, но тем не менее начинался семинар, надо было общаться с людьми и чтобы голос сильно не просаживался включался режим питья и так в течение 10 дней я потихонечку попивал березовый сачок, который и сейчас до сих пор еще идет, немножко но еще идет, и постепенно-постепенно в общем-то организм наполнялся влагой как я говорил я ожидал что намного быстрее будет набор веса, в этот раз он происходил так очень незначительно но еще раз говорю что может быть я пил меньше чем обычно на выходе то же самое когда я уже начал взаимодействовать с питанием сначала себе сделал капустное смузи, такая весьма не очень вкусная составляющая, так я капусточку люблю но в смузи как тут она не очень идет, но тем не менее запускается пищеварительный процесс заканчиваются все процессы очищения, поскольку уже начинает поступать питание и какое-то время я вот нахожусь уже на таком можно назвать жидком питании, поскольку в большей степени идет смузи, в которые включены овощи-фрукты, ягоды и делаю иногда еще ореховое молочко из разных видов орехов, замачивая, делаю молоко, чтобы не грызть их так, потому что так даже как-то и грызть особо ничего не хочется, питаешься таким, можно назвать жидким питанием дальше посмотрим как оно будет происходить, посмотрим за набором веса, но пока самочувствие очень неплохое я бы назвал пободрее чем было когда без еды и без воды по физической по крайней мере нагрузке то есть более стала проявляться какая-то активность с водой, с едой стало немножко похуже спаться то есть если раньше я там где-то 5-6 часов спал как ребенок, то есть ложился, засыпал, тут уже вот как-то чувствовал, что даже когда ты ложишься засыпаешь в организме идут какие-то процессы от которых уже ну подотвык что ли, не знаю, то есть какая-то такая легкая тяжесть может быть, но это в общем-то не особо сильно как-то отвлекает поскольку сейчас многие сидят на карантине, бушует как говорят эпидемия коронавируса у меня сложилась такая небольшая аналогия то что происходит с организмом в отказе от еды и то что происходит сейчас наверное с нашим обществом смотрите что происходит когда человек отказывается от еды в организме происходит некая трансформация он ищет где найти еду где найти воду еду берет из того что отслужило свой срок из тела воду в большей степени через дыхание через кожные покровы то есть организм с этим каким-то образом справляется и тем самым в общем-то меняется трансформируется и становится более такой ну как бы более пластичный что ли пластичный эластичный и подготовленные к разным ситуациям жизненным поэтому вот когда тут все бросились закупать гречку все эти продукты тут было настолько тихо и спокойно ну когда человек находится без питания вот эти все потуги запастись какими-то пищевыми продуктами ну выглядит просто смешным тем не менее организм меняется трансформируется привыкает к состоянию приспосабливается к состоянию без еды и воды и в общем-то очень-таки неплохо существует другое дело если человек например отказывается от еды по каким-то причинам не связано с его желанием это может быть какой-то голод какая-то аварийная ситуация где-то заблудился или еще что-то конечно в этих ситуациях у человека при стрессе состояние будет наверное не самое позитивное не самое благое и тот же процесс отказа от еды может принести может быть даже больше вреда чем пользы и что сейчас происходит посмотрите с нашим обществом по сути тоже общество попало в экстремальную некую ситуацию из которой оно пытается в общем-то как-то выйти и адаптироваться и что интересно что как на отказе от еды неким образом слегка меняется мировоззрение так и вот в таких стрессовых ситуациях для общества человек начинает как-то все-таки наверное больше задумываться о своей сути о сути себя о сути бытия вообще зачем тут все это происходит поскольку ну не знаю насколько там пугают или нет смертельные случаи присутствуют и все мы в общем-то находимся в такой некой зоне риска что из-за того же вируса мы можем закончить существование на этом земном плане и как человек вообще реагирует на все это страх стресс или такой здоровый пофигизм или наоборот бравада то есть человек может как-то немножко поисследовать себя в этой ситуации в качестве познания внутреннего себя он может посмотреть за собой в необычной ситуации со стороны как он начинает проявляться в этой жизни как он выглядит в этой жизни потому что у многих начинается как проявляться как хорошие качества какие-то так у других начинает проявляться и качества ну так назовем может быть не очень хорошие и агрессия и страх и что кто-то его заразит не дай бог что все вокруг враги один он хороший поэтому сейчас вот пользуйтесь моментом да даже те кто в жизни не испытывал чувства отказа от еды посмотрите как то что происходит в обществе может вас и поменять посмотрите как вы меняетесь и используйте эту ситуацию как некую лакмусовую бумажку посмотрите кто вы есть на самом деле тварь дрожащая или право имеете поэтому даже такую ситуацию можно использовать в общем-то в позитивном самоисследовании очень часто в сообщениях пишут спрашивают где у нас тут все это происходит потому что видно на съемках что в большей степени все это происходит на природе, а не в городских условиях несколько раз я снимал когда я ехал в город на анализы а так в большей степени вот здесь озеро как раз начинает таять, то есть бобры уже полизали то есть все это происходит на природе и даже в каком-то комментарии я кому-то написал что вряд ли бы я на такие длительные сроки пошел бы в городских условиях при жизни в социуме поскольку у меня здесь жизнь такая очень тихая в очень расслабленной мягкой форме я существую и наверное это мне и дает в общем-то силы проводить все эти условно говоря скажем так эксперименты над собой с этим телом когда все это происходит мягко на природе в таком очень позитивном ключе в городе с этими машинами, с газованностью, со стрессами, с вай фаями я не знаю насколько я бы смог потому что я даже когда приезжаю в город у меня иногда ноздри аж как слипаться начинается настолько вот запах который в городе отличается от того что происходит здесь потом конечно адаптируется тоже привыкает но первое время конечно и шумовая нагрузка довольно таки сильная хотя вот в этот раз когда я приезжал когда уже был карантин мне конечно очень понравилось что в городе было довольно таки тихо было мало машин, людей, то есть чем-то это слегка-слегка и отдаленно напоминало состояние нашей природы нахожусь я в Карелии где-то 220 км от Питера сейчас стала очень неплохая дорога и добраться можно довольно таки быстро раньше мы сюда добирались 5-6 часов эта дорога была не самая лучшая много было грунтовых дорог, извилистых путей, ограничительных знаков 40, то есть дорога сюда занимала целое путешествие было сейчас там два с половиной три часа в общем-то можно в легкую сюда добраться плюс здесь очень конечно чистая вода на этом озере на которой мы живем даже на старых картах это озеро как стратегический объект с чистыми запасами чистой питьевой воды то есть мы нашу водичку очень бережем, очень любим, ценим, общаемся, здороваемся поэтому конечно жить у такого источника это большая роскошь, тем более сейчас вода я так понимаю в городе не самая благостная да и во многих других местах тоже, включая бутилированную водичку, но у нас тут есть возможность быть чистой водой в чистом экологическом месте, чем в общем-то я и пользуюсь для экспериментов которые происходят с этим телом Марка, скажи пожалуйста, ты вот проводишь программу голодания в медитации почему именно в медитации, разве не может быть просто там отказ от еды без всякой медитации это первый вопрос и второй обычно на випассане на других твоих программах в темном ретрите люди всегда имеют возможность поголодать то есть это как-то связано между собой вот духовные программы и отказе от еды или это просто вот совпадение такое ну это не совпадение поскольку я то чем занимаюсь приношу свой опыт когда я начинал и первое что я увидел когда человека лишают еды у него как бы слегка выбивают почву из-под ног то есть то к чему он привык, то к чему он был привязан его этого лишают и он пытается чем-то это заменить иногда это сделать довольно таки сложно то есть та привычка, та зависимость, не побоюсь слово наркотическое от еды, от питания которое присутствует в человеке может вызвать в нем довольно таки сильный стресс и как я говорил что тот же один и тот же элемент отказа от еды может как оздоравливать и улучшать состояние психическое и духовное так и разрушать в каком состоянии вы будете находиться если вы включаете в аспект отказа от еды состояние медитативности то вы заменяете вот эту потребность в чем-то необходимом в виде питания, каких-то вкусов, какой-то, иногда даже бывает и развращенности этих вкусовых вы заменяете наверное на самое главное что в жизни вообще происходит – на знакомство с самим собой и поверьте, что это намного вкуснее всех этих пищевых включений, добавок и когда вы переключаетесь на самопознание вы открываете там такие перспективы, такие горизонты, такие чудеса, что еда просто улетает на какие-то очень дальние планы и вы уже не думаете что хорошо бы там поесть или как бы повкуснее где-то поесть или побольше то есть тот интерес который вы проявляли к еде он перетекает в проявление жизни как вы проявляетесь в жизни, как жизнь проявляется через вас по сути идет такой процесс очень интересный самопознание, исследование, то что ну кто-то называет духовным поиском можно назвать это медитацией когда убираются какие-то суждения, оценки, когда тело и ум становятся очень расслаблены и из этого состояния, из состояния принятия и абсолютного покоя ты наблюдаешь просто что да в этот момент я нахожусь еще и без питания поскольку здесь у нас нет особой связи, особого интернета, то есть здесь человек ну на какое-то время уходит можно назвать в ретрит, ретрит в переводе означает уединение чтобы побыть наедине с самим собой часто в тех же городских условиях в любое свободное время человек употребляет в угоду своим вкусовым, пищевым каким-то привязанностям или материальным или развлекательным здесь же мы больше все-таки исследуем не только тему отказа от еды, это в общем-то все второй план здесь самое главное у нас идет взаимодействие с познанием самого себя и хотим мы или нет при отказе от еды у нас меняется частота вибрации нашего состояния конечно если у вас все это проходит в сильном негативе и страдании то эти вибрации могут и понизиться даже но тем не менее если человек все-таки как-то хоть немножко идет в духовности и включая этот аспект отказа от еды, то у него как бы идет некое усиление, как катализатор срабатывает и одно помогает другому, то есть отказ от питания помогает внутренним процессом, поскольку ни на что не отвлекаешься и ты видишь что ты можешь находиться без того, без чего раньше стал, не можешь находиться и также состояние медитативности помогает переживать все вот эти отказы от еды, от воды поскольку ты исследуешь не свои страдания, а ты исследуешь какую-то радость жизни независимо от того что тебя окружает и от страданий может быть в том числе то есть ты видишь что начинает страдать без еды когда ты видишь что страдает по сути только твои привязанности, твои привычки, твои программы ты начинаешь познавать себя и говоришь – господи, что это? я и есть эта программа и у людей иногда происходит целый внутренний переворот, то есть они действительно начинают каким-то образом познавать себя и видят чем они являются я не часто рассказываю об этом на камеру, поскольку почему-то как ни странно людей больше интересует отказ от еды не знаю, у кого-то для здоровья, у кого-то для рекордов, у кого-то еще для чего-то но это просто сопутствующие элементы – отказ от еды то есть тот же Иисус отказывался от еды не для видеозаписи, видеосъемки, не для рекордов, не для улучшения здоровья он разбирался с искушениями, а еда – это одно из наибольших искушений еда, отношения, ну или отношения с той же едой – это самое сильное искушение раз уж вспомнил, тоже был какой-то комментарий, что ты побил рекорд Иисуса Христа я так слегка внутренне поморщился, поскольку я не думаю, что Христос хотел ставить каких-то рекордов в своем отказе от еды, скорее всего и от воды и точно так же у меня нет желания побивать чьи-то рекорды и кого-то там затыкать за пояс, переплевывать это совершенно не об этом и такое появляется небольшое сожаление, что все о чем я рассказываю, все что со мной происходит люди часто воспринимают совершенно с другой позиции они почему-то видят в этом какой-то или выпендрешь, или многие пишут – ты тут просто хайпуешь на этом или еще что-то, но я уже на такие комментарии даже особого внимания не обращаю, поэтому не обижайтесь тех, кому я в ютубе там или где-то не отвечаю, поскольку я очень редко захожу туда и все эти комментарии мне не очень интересно по сути я просто делюсь своими состояниями, своими переживаниями и, как я говорил, это не для рекордов, это не для каких-то, для какого-то там хайпа или еще чего-то плюс также, что я хотел отметить, что многие пытаются из меня сделать какого-то супергероя, еще человека с железной силой воли – это тоже не соответствует истине то есть это все делается на абсолютном расслаблении, на абсолютном принятии если бы я вот эти дни сидел и каждый день напрягался бы и думал – я еще день выдержу, я сильный, я смогу, я всем докажу – я не знаю, я бы, наверное, разрушился бы очень давно но для меня это просто, ну, как некая игра может быть, как часть этой жизни, игривости этой жизни ну, кто-то играет в карты, кто-то играет в казино – я играю в такие истории ну, нельзя сказать, что сейчас уже помогают как-то познать себя, мне просто стало легко идти в эти все эксперименты после уже познания себя потому что прежде всего конечно исчез страх смерти страх исчезновения вот этого физического тела и когда ты идешь в эти эксперименты без страха снимается целый пласт какой-то нагрузки поэтому все, что здесь происходит, это происходит на расслаблении, на принятии и в очень позитивном состоянии я не собираюсь там уморить себя голодом, там умертвить или еще что-то с собой такое сделать я не пытаюсь стать там каким-то параноедом или автономом или еще кем-то это тоже не входит в мою задачу в мою задачу, в мою задачу вообще мало чего входит, если честно говоря я просто исследую состояние вот, как оно проявляется на каких-то сроках без отказа, с отказом вернее от еды, от воды и смотрю что происходит как оно добавляет каких-то состояний, потому что действительно физиология меняется довольно-таки сильно и со сменой физиологии меняется гормональный фон и меняется и конечно внутреннее состояние, то есть человек становится все более и более тихий и так-то я не могу сказать что в жизни довольно-таки громко я как-то себя выражаю особенно когда здесь никого нету и находишься практически в полном уединении вот такие моменты отказа от еды они дают такой некий бонус поэтому для меня вот эти все вещи – это не страдания, не мучения, это я воспринимаю просто как некую возможность еще что-то получить от жизни, получить что-то в виде отсутствия чего-то, в данном случае в отсутствии еды поэтому хочется просто чтобы вы еще раз для себя прояснили, что все это происходит не на силе воли, не на усилии, не на страсти к рекордам и прочих вещах, а это просто расслабленное мягкое состояние, которым я в общем-то и пытаюсь с вами поделиться и это ведь касается не только отказа от еды это состояние оно может проявляться абсолютно в любом даже если в том же коронавирусе вы будете абсолютно расслаблены я думаю у вас пройдет все намного проще если вы примете самоизоляцию, примете пандемию или как ее там называют приняли все страдания все исчезают поскольку все ваши страдания построены на непринятии какой-то фактичности этой жизни того что происходит с вами или с вашими близкими и пока вы ее не принимаете вы будете страдать также отказ от еды, если я не принимаю отказ от еды то есть я буду страдать, но как только я его принял какие могут быть страдания? как только я принял что происходит пандемия какие могут быть страдания? как только я принял что я могу чего-то какие могут быть страдания, и в этом аспекте ты видишь, что чем меньше ты в жизни себе что-то присваиваешь, тем тебе легче и быть в этой жизни, и тем тебе легче отпускать эту жизнь как со своей позиции, так и с позиции других, и ты видишь, что когда люди уходят ничего сверх естественно в этом нету, и также когда тебе придется уйти из этой жизни тоже нет ничего здесь запредельного, то есть по сути вы боитесь уйти из жизни, почему? потому что что-то в этой жизни вас держит – отношения, удовольствия, тело, и главное вас держится это я, эта личность, ваше эго, которое является по сути не более чем набором информации, набором программ по сути вы боитесь потерять вот этот набор информации, вот эти программы, но это также как вы боитесь потерять свой телефон, свой компьютер, который стал вашей второй личностью посмотрите, многие ли из вас прямо сейчас могут взять и выкинуть телефон или разбить его, или компьютер там все, там ваша переписка, ваши отношения, фотографии, еще что-то, лайки там, бонусы какие-то группы, там вы вот человек боится этого потери иллюзорного я как раз, наверное, то, чем мы тут занимаемся, мы ищем то, что не может исчезнуть, не может исчезнуть ваше состояние присутствия вот это состояние – я есть, в котором еще убирается и я, и остается только есть если вы его познаете, вы увидите, что это состояние растянуто в вечности, это есть по сути вечность и можно назвать это состоянием такого тихого счастья, тихой радости то есть вы просто находитесь в неком потоке жизни, который проходит через вас, и вы его принимаете, распространяете, более того, можете даже иногда чувствовать тот источник, который протекает через вас но для этого надо сначала себя поставить немножко на задний план, не на пьедестал, увешанный лаврами, а в виде, что вы всего лишь инструмент, через который проявляется некая высшая сила инструмент познания себя в виде отказа от еды частенько этому помогает, поскольку человек боится умереть без еды, чего-то лишиться, а тут вы принимаете это состояние, исследуете его, познаете, что в себе вот это то, которое не подвержено страданиям, не подвержено исчезновениям – это уже немножко другая история, за ней сюда люди, в общем-то, иногда и приезжают как раз и в темные ретриты, и на випассану – темные ретриты – это вообще отдельная вещь, поскольку там это очень глубокая практика самопознания, потому что весь внешний мир исчезает, мало того что у вас нет… вы можете, вернее, прожить это состояние без питания, но вы также ничего не видите, вы ничего не видите, вы ничего не слышите, то есть весь мир схлопывается в ощущении того, кто воспринимает это, и вот тут начинается процесс исследования – а кто его воспринимает? иногда это исследование настолько захватывает, что не хочется отвлекаться ни на еду, ни на какие-то другие… на мысли, на те же, которые постоянно в голове, то есть они могут быть каким-то фоном, вот как сейчас тиканье часов там идет, таким неким фоном, но оно абсолютно не мешает, я думаю, ни мне, ни вам также и мысли в вашей голове могут просто проявляться как часть проявления этой жизни, но они могут вам не мешать, если вы не будете связаны с ними, теми же отношениями, поскольку вам просто интересно то, о чем вы думаете, хотя вы об этом думаете уже не одну сотню раз, одни и те же мысли, вы их жуете, жуете, выплевываете, опять жуете, жуете, жуете… вот как раз в процессе самоисследования, самопознания можно сплюнуть очень далеко все эти мысли, да, и увидеть то, из чего вы состоите, то чем вы являетесь, и может быть на этом как раз поставить некую точку в том поиске, который тоже вызывает страдания, потому что пока вы ищете, вы будете страдать, пока не будет найдено искомое – у вас будет беспокойство, и только жирная точка в конце поиска, в окончании поиска выведет вас в состояние вселенского счастья там уже не будет того, кто ищет, не будет того, что надо искать для этого надо повариться здесь не одну жизнь, пройти не одно колесо сансары, наесться, напиться, побыть в каких-то удовольствиях, в зависимости, но потом когда вы взрослеете и наигрались уже в это вы чувствуете, что пора, вы чувствуете свой внутренний зов, который вас зовет в определенную точку познания это даже не точка, поскольку определить себя в теле невозможно, это вы только думаете, что вы в теле, на самом деле вы ощущаете себя и в теле, и также вы ощущаете, что тело находится в вас то есть вы находитесь и внутри тела, и вне, и все это одновременно происходит вот когда вы находите, вернее, когда прекращается поиск, наступает состояние очень глубокого внутреннего счастья и покоя вот этим состоянием ты как раз и хочется делиться а все остальное это сопутствующие вещи медитации, отказы от еды, практики, випассаны – это то, что подводит к заключительным этапам у кого-то это начало, у кого-то завершающие фазы, прямо сейчас без себя просто попытайтесь понять на какой стадии поиска находитесь, в каком классе этой жизни вы сейчас находитесь – в первом классе, в средних классах или уже выпускник, а может быть вы уже бывший выпускник и как некий профессор уже даете людям то, в чем они нуждаются главное, большая просьба – делайте это очень искренне, делайте это очень искренне и от чистого сердца, не от головы потому что я понимаю, что люди многие смотрят, смотря вот это шоу, с отказом от еды, с тем что я рассказываю, говорю – вы смотрите и воспринимаете это все через ум, а через ум это постичь невозможно это воспринимается только сердцем, это воспринимается вне слов, это воспринимается на очень тонких планах но если мы попадаем в какую-то некую сонастройку, мы начинаем иногда слышать эти планы даже без слов и слова это становятся просто тиканьим часов, часов, шумом ветра, вся энергия она протекает от сердца к сердцу что еще хотелось бы сказать, почему-то у меня иногда всплывает такая аналогия, хотя я на вершины горные никогда не забирался, на большие, но вот эти отказы от еды они очень часто похожи на некие восхождения, что человек не сразу сломя голову бежит на вершину, он доходит до каких-то определенных уровней разбивает лагерь, отдыхает, привыкает адаптироваться к ситуациям и идет дальше то же самое происходит и в моем опыте все это шло постепенно, организм адаптировался, я его не насиловал, то есть он мягко, плавно привыкал к новым ситуациям и конечно это физический план, но также то, что я сейчас обо всем рассказывал, очень важен внутренний ментальный план покоя и если вы идете в горы и боитесь туда идти, боитесь что вас накроет лавина или что вам не хватит кислорода или что вы погибете, конечно лучше не ходить то же самое с длительными отказами от еды, до 21 дня в принципе эта тема такая довольно таки уже многие идут на эти сроки, но в дальнейшем уже смотрите потихоньку, то есть смотрите как адаптируется организм, как он приучает себя, как вы вернее приучаете его к новым ситуациям, потому что мой главный постулат это не навредить, потому что как говорится с дуру можно сломать все что угодно и я очень рекомендую вам этого делать поэтому перед тем как заходите в отказ от еды и понимаете зачем вам это надо, что это не игрушки в общем-то это такое довольно сильное глубокое исследование и внешнего и внутреннего состояния обязательно надо почиститься, желательно перед отказом, если кто-то был на всеядном питании, побыть на живом питании чтобы организм уже привыкал к такой более легкой пище и чтобы даже ваши вибрации которые очень резко могут подняться не были дискомфортными потому что иногда состояние высших проявлений могут для обычного человека тоже быть как некий разрушительный момент они не понимают что с ними происходит, они боятся что они сходят с ума, но это опять те же страхи про которые мы сейчас до этого с вами говорили, нечего бояться здесь все так как оно должно быть так что в горы идите постепенно привыкая, адаптируясь к высотам, к нехватке кислорода, к нехватке еды, воды вот и все у вас будет хорошо, все будет замечательно те кто идет в отказ от еды, от воды для здоровья, ну не знаю насколько я вас там расстрою или нет я всегда считал что это панацея от всего и на тонком плане и сейчас продолжаю так считать но тем не менее как показывает практика по крайней мере в моем случае я не замечаю каких-то обалденных исцеляющих эффектов, ну по сути мне особо исцелять нечего, но тем не менее я заметил что не уходит седина, не уходит морщины потому что многие пишут что оздоравливается тело, омолаживается еще что-то, но может те кто это пишут находятся в более молодом возрасте и у них процессы протекают по-другому у меня еще есть такое понимание что сейчас вот многие там пытаются жить вечно какие-то невероятные для себя оставить сроки в моем понимании жизнь в этом теле она дается на определенное время так же как первокласснику форма дается только на первый класс во втором классе ему уже нужна будет и другая форма, он уже будет второклассником так же и вам то есть чтобы постигать жизнь, быть в самых разнообразных формах ситуации в разных телах мужских и женских вам необходимо будет оставлять это тело и учиться оставлять и учиться оставлять спокойно в том числе и это тело и расстаться с вашим любимым эго, с вашим любимым я поэтому конечно если кому-то что-то надо поправить здоровье занимайтесь этим, но понимайте что это не стопроцентная панацея кому-то она поможет кому-то нет вы поймите что болезни, болячки часто даются нам для какого-то определенного опыта если бы это было все так просто что у меня там что-то заболело я бы как по щелчку принял таблетку или не поел и вылечился, но сам при этом не изменился внутри эта болезнь не уйдет от вас потому что часто болезни это просто способ вселенной привлечь ваше внимание к самому себе что что-то происходит не так а много болезней у нас просто на психосоматике на наших мыслях, на наших гормональных стрессовых ситуациях поэтому если уж вы пытаетесь излечиться при помощи отказа от еды или от воды не забывайте включать еще аспект исцеления духовного только присоединения всего этого может произойти чудо а иногда это чудо может произойти и даже без отказа от еды хотя у меня вот то что врачи называют неизлечимой болезнью у меня раньше было витилиго белые пяточки такие пигментации нарушения я не пытался излечить его поскольку мне сказали что оно не лечится я думаю ну ладно тем не менее после 40 дней на воде когда я подошел к зеркалу я видел что с кожей все стало в порядке и вообще по самочувствию по ощущению я себя чувствую намного лучше чем чувствовал например в те же там 30 лет когда постоянно какие-то болячки там уже больной желудок или еще что-то не давало мне спокойно жить я уже не говорю про стрессовые ситуации поэтому то что я получал и получаю до сих пор в виде опыта бесценного это наверное самое главное а все эти отказы от еды все эти открытия возможностей человеческого тела я не знаю насколько они нужны кому-то может быть они нужны сейчас пошла новая тема модной автономии много как раз пишут почему я не перехожу на эту автономию я знаю только одного автонома это лама и тигелов он не ест не пьет не шевелится ничего ему не надо но тем не менее он живой но как проявляется эта форма жизни если вы хотите такой же автономии флаг вам в руки в мое понимание автономия это независимость независимость полная от всего в том числе от интернета в том числе от возможности как-то себя проявлять в этой жизни посмотрите насколько вы автономны сколько вы можете не платить за квартиру не заправлять машину не покупать запчасти на ту же машину не покупать одежду себе поэтому то что я вам уже говорил будьте честны и искренни с собой зачем вам это надо эта автономия конечно состояние независимости и свободы это очень хорошая штука но достигая состояния этой независимости от свободы и свободы вы можете стать зависимыми от этой независимости и от свободы тогда свобода превратится в рабство и ваша автономность станет опять очередной формой заточения очень сложно поддерживать и нести какие-то плакаты сыроедов, параноедов, автономов, неедов, санциедов может быть не стоит этого делать пускай ваши руки будут легкими свободными живите так как вам чувствуется как вы чувствуете какие вы чувствуете себя гармоничными тогда не надо будет таскать транспаранты с лозунгами, с проявлениями себя потому что я сейчас заметил что сейчас вот эти отдельные группы там тех же автономов как они себя называют они часто становятся очень агрессивными и токсичными в свое время я наблюдал то же самое с сыроедами сыроедами, с вегетарианцами, которые приходя на какой-то новый уровень или виток отвергали все то, чем сами в общем-то являлись и обзывают людей и трупоедами то есть стараются всячески принижать то есть и сейчас я вижу что человек который заявляет что он там автономен и не пьет не ест и не спит то есть для них еда это уже не еда, а яда то есть сон это вообще отстой спать нельзя ни в коем случае если вы спите вообще тут не при делах вам еще учиться и учиться ну это ладно, это так, большое лирическое отступление я не против проявления в этой жизни любых форм, любых ситуаций, но постарайтесь проявляться как-то более гармонично что ли, не унижая и уничтожая мир вокруг себя, потому что сейчас также появилось очень много улучшительный мира, пока вы не попытались его улучшить он и так был прекрасен один улучшает в одну сторону, другой в другую сторону и мир трещит по швам, может пора прекратить а принять мир таким какой он есть и других людей в том числе, тогда у вас на сердце будет спокойно, не с кем будет воевать, вот это может стать полной автономией на этом буду потихоньку заканчивать всем любви и понимания, познания себя, мира, счастья, гармонии в сердце несмотря на то, что вы можете заканчивать, чтобы разобраться на истанем, разобраться и разобраться на данных случаях, это да и не так, гав Customs о том, что вы понимаете. Продолжение следует...